МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никольский Сергей Анатольевич, доктор философских наук, заместитель директора Института философии Российской Академии наук, одного из крупнейших мировых философских исследовательских центров. В последние годы занимается разработкой проблем русского мировоззрения на материале отечественной литературы и философии, анализом смыслов и ценностей русской культуры. Автор более ста научных работ, в том числе двух томов продолжающегося исследования русской мировоззрения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поскольку сегодня мы будем говорить о философии литературы, то я начну с простого детского вопроса. Если все дети хорошие, откуда берутся плохие взрослые люди? По этому поводу один поэт-пересмешник в девятнадцатом веке, адресуясь к дедушке Крылову, сказал Лукавый дедушка с гранитной высоты глядит, как резвится вокруг него ребята и думает себе О, милые зверята, какие вырастут из вас скоты. Вот эта проблема, откуда берутся плохие люди, стоит перед человечеством все время, пока оно существует. Но только на пике, может быть, своего развития эти вопросы стали облекаться в художественную форму, и посредством образов героев, через конкретные сюжеты, персонажи, стали доходить до простых людей. Ну, естественно, что всегда интереснее и проще прочитать какую-то книгу, какую-то занимательную историю, чем читать философский трактат. В России сложилось так, что русская литература всегда была философствующей литературой. Это было определено тем, что Россия последние пять столетий своего существования всегда была авторитарной страной. Либо было иноземное владычество, либо было крепостное право, когда страна была разделена на тех, кто вверху и тех, кто внизу. Ну и те, которые вверху, они тоже подчинялись царю. И вот в этой ситуации философия, как свободное творчество, как свободное мышление не развивалась. В особенности это было заметно в период царствования Николая I. В начале XIX века оно началось с восстания декабристов. 14 декабря 1925 года люди вышли на площадь и, построившись, это были военные люди, потребовали конституционной реформы, то есть ограничения власти царя Конституцией. Это было рассмотрено как бунт, в них стреляли. После этого пять человек повесили, остальных офицеров сослали в Сибирь. Сроки были немаленькие, 30 и более лет. Фактически вся жизнь. С этого времени русская литература начинает философствовать, в то же время являясь и философией русской жизни. Сегодняшняя лекция будет посвящена вопросу, что такое русское мировоззрение в русской классической литературе XIX века. Когда я говорю «мировоззрение», я имею в виду общую систему взглядов на мир, которая присуща каждому человеку, вне зависимости от того, отдает он себе в этом отчет или нет. У него есть представление, у него есть нормы, у него есть ценности, у него есть цели, у него есть представление о том, как эти задачи ставить и как этих целей достигать. Вот это все, что называется «мировоззрение». Одновременно людям еще присуще и самосознание. То есть они сами сознают себя как субъекта деятельности или в какой-то конкретной ситуации субъекта, на которую оказывается внешнее воздействие. Вот эти две составные части, активное и пассивное начало, они объединены в целую систему, в то, что называется «мировоззрение». Почему я говорю «русское мировоззрение»? Это топоним, это имя России. И поскольку русская культура в 19 веке называла себя русская культура, то нет смысла сейчас переначивать ее на какой-нибудь другой термин, российская, например, культура. Потому что речь всегда идет об одном и том же. Литературная форма не только помогала людям свободно изъясняться, но вместе с тем это было еще определенным способом познания мира. Потому что художественное творчество, в отличие от рационального творчества, от философии, еще имеет возможности чувственно-эмоционального познания мира. Вот эта сторона очень характерна для русского философствования. В особенности тема русского мировоззрения, как ни странно, стоит перед нами сегодня. Потому что сложилось так, что мы оказались, как и другие страны, в мировом процессе глобализации. Это значит, что контакты между народами и странами не только участились, но они усилились, и они стали очень глубокими. И в этой ситуации, когда взаимодействуют разные страны и разные народы, всегда одна страна может оказаться более богатой, а другая может оказаться более бедной. И в этой ситуации одна страна может оказаться как бы тем объектом, которому предлагается и который усваивает определенные стереотипы, нормы, то есть меняет свое мировоззрение, меряет свою идентификацию. Естественно, что в условиях конкуренции, в условиях, когда все страны борются не только за экономическое, политическое, но и за культурное господство, эта проблема стоит очень остро. И это проблема того, как люди осваивают свою собственную культуру. Одним народам повезло меньше, в смысле культурного, духовного багажа, другим больше. Нам очень сильно повезло. Но мы в этой ситуации ведем себя чрезвычайно легкомысленно. Мы не обращаемся к нашей национальной культуре, и это делает нас слабыми. Экономисты, изучающие развитие разных стран, уже давно доказали, что культурные факторы, которые определяют качество человека, имеют решающее значение при становлении экономического благосостояния общества. Русское мировоззрение внутри русской классической литературы существует в двух формах. Во-первых, поскольку каждый автор – это крупное литературное и философское явление, содержит в себе очень много смыслов и ценностей, которые представляют собой содержание того мировоззрения, которое он считает истинно русским мировоззрением. И, с другой стороны, все классики русской литературы в своей целостности представляют собой развивающийся, единый процесс становления русского мировоззрения. То, что это действительно так, я вам постараюсь показать на конкретных примерах. Литературные произведения в разные периоды своего развития представляли собой разные мировоззренческие системы. Причем эти системы встраивались в тот общественно-политический строй, который в стране в это время существовал. Ну, так, например, в XIX веке некоторое время существовало представление о том, что русская литература может помочь культурному становлению нации и может помочь самодержавному государству найти, как бы, общий язык со своими подданными и гармонично развиваться. Вот эта линия была характерна для прозы первых русских писателей, начиная с Фан Визина. Если вы помните «Недоросля», то там есть персонаж, государственный чиновник по фамилии Правдин, который выполняет функцию, так сказать, представителя царской власти, который приезжает в это имение, где беспорядки, где госпожа Простакова, так сказать, осуществляет всякие безобразия, он наказывает виновных, он награждает тех, кто заслуживает награды. Там есть еще другая фигура. Это дядюшка Стародум, который, так сказать, привозит наследство Софи. Это вот такой предприниматель, который работал в рамках царской власти, который сумел приобрести капитал. То есть честными трудами нажитый капитал. И царская власть санкционирует. Вот это просветительское начало, это была первая попытка русской литературы и русского мировоззрения как бы найти общее согласие с властью. И это единственное произведение в русской классике, где со сцены уходит зло. Там вот есть дядюшка, который родственник Простаковой, и он, так сказать, претендуя на то, чтобы завладеть наследством Софи, в конце концов терпит поражение, и он уходит. А на сцене остается добро. Это единственная ситуация. Дальше ситуация будет все время другая. Будут уходить Чацкий, будет уходить Онегин, будет уходить Печорин. Много героев будут уходить. Вот эта трагическая нота, она будет присутствовать в русской литературе, потому что она все более будет становиться реалистической. Я говорил о том, что русская литература всегда встраивалась в ту общественную ситуацию, которая была в стране. И в этой связи, выходя за рамки 19 века, и говоря о советском периоде, нужно четко понимать, что была как бы просоветская литература, которая оправдывала и восхваляла существующий коммунистический режим, и была антикоммунистическая литература. В том числе, если внимательно читать Тихий Дон Шолохова, то это вообще-то антисоветский роман. Я уже не говорю о прозе, о романах Платонова, Котлован, Чивенгур, Ювенильное море, другие произведения. Точно так же была антисоветская литература и после советского времени. Это была проза Шаламова, это была проза Солженицына. Точно так же была не советская военная проза, не ура патриотическая, где доблестные генералы под руководством великого вождя всех народов одерживают победы. Кстати, соотношение потерь вооруженных сил в Германии и в Советском Союзе было троектратное. То есть немцы потеряли в три раза меньше, чем мы. Это к вопросу об успехах. Так вот, была настоящая антивоенная проза. Это проза Кондратьева, это проза Воробьева, это проза Виктора Астафьева. Всегда русская литература философствовала. Ну, давайте, наверное, перейдем теперь уже к конкретному разбору некоторых произведений русской литературы с тем, чтобы мы поняли, что же имеется в виду, когда мы говорим о русском мировоззрении. Но прежде всего, одна цитата из большого русского философа Семена Франка. «Национальное мировоззрение, понимаемое как некое единство, ни в коем случае не является национальным учением или национальной системой. Речь идет о национальной самобытности мышления самого по себе». То есть это мышление, которое в мире и в самом себе выделяет определенные вещи, оно формулирует определенные смыслы, которыми оно отличается от другого мышления. Объект нашего исследования не таинственная и гипотетическая русская душа, в кавычках, как отковая, а ее объективные проявления и результаты, идеи и философемы, содержащиеся в учениях русских мыслителей. Вот если смотреть на русскую литературу как на предмет философского анализа, то нужно искать идеи, философемы, смыслы и ценности. Я вам покажу, как это делается на целом ряде произведений. Из заключения. Национальный дух, как реальная конкретная духовная сущность, существует, и мы путем исследования его проявлений в творчестве можем прийти к пониманию и сочувственному постижению его внутренних тенденций и своеобразиям. Понимание и сочувственное постижение. Понимание – это термин рационального мышления. Нам нужны понятия для того, чтобы понимать их смысл. Сочувственное постижение. Сочувствие. Вот когда иностранец, человек с иным мировоззрением, с иной системой взглядов читает Анну Каренину, он видит другие вещи, он делает другие акценты. Когда во Франции ставили комедию «Ревизор», эта комедия закончилась полным молчанием. Зал не знал, как реагировать. То есть, те смыслы и ценности, которые созвучны и которые понимаются русским национальным мировоззрением, они не всегда адекватно прочитываются другим мировоззрением. Давайте начнем с русской классики, начнем с Пушкина. Одна из первых вовещей очень небольшая пиковая дама. Сюжет очень простой. Есть карточная игра, есть человек, который хочет выиграть деньги, потому что они ему нужны для жизни, он рациональный, он трудолюбивый. И есть одна старуха, о которой он узнает случайно, которая знает тайну трех карт. Вот если бы она открыла тайну трех карт, то он бы разбогател. С помощью разных ухищрений он в конце концов оказывается наедине с этой старухой и под угрозой пистолета пытается у нее выявить, выведать тайну трех карт. Старуха умирает. В чем смысл и какова ценность, которую хотел донести Пушкин? Человек умирает. Другой человек не узнал тайну, не разбогател. Старуха очень старая, казалось бы, она все равно умрет. Такая логика рассуждений тоже возможна. Но нельзя, говорит Пушкин, смыслом своего произведения делать другого человека своим средством для достижения какой-либо цели. Человек всегда цель, но никогда средство. Если вы примените этот смысл и эту ценность русского мировоззрения, с которого начинается мировоззрение Пушкина, в советским временам, к обычным советским произведениям, то вы увидите обратную картину. Там человек сплошь и рядом оказывается средством для высоких целей, которые формулирует государство и коммунистическая партия во главе Трампа-мпам. То есть идеология переворачивает смыслы. И целые поколения людей воспитываются в том духе, что они всего лишь средства. И кто-то будет называть цель, и эти люди будут использоваться в качестве средства. Вот такие странные и трагические вещи происходят с русским мировоззрением, и понимать его эволюцию, это значит понимать, что мы такое. потому что на самом деле каждый из вас в зависимости от того, какой культурный багаж он имеет, каким жизненным опытом обладает, имеет свое собственное мировоззрение, свое собственное самосознание. И вот эти вещи, если они для вас значимы, то они требуют развития. Потому что без этого прожить сколько-нибудь полноценную жизнь невозможно, не получаются. Очень многие вещи продуманы и простроены и проговорены уже русской философской литературой. Что такое жизнь и смерть? Как человек живет? Как приходит смерть? Как она проявляет себя? В молодом возрасте очень редко люди об этом задумываются, но это вопросы, без которых люди прожить не могут. Эти вопросы и свои размышления на этот счет есть в русской философствующей литературе. Но вернемся к Пушкину. Еще одна ценность это ценность человеческого достоинства. Это очень высокая ценность, которая была как бы родовой чертой дворянства. Один из друзей Пушкина полицею граф Горчаков, который после Крымской войны стал министром иностранных дел и сделал много для России. Еще в те времена, когда он был на маленькой дипломатической должности, оказался в Австрии и туда приезжает шеф жандармов Бенкендорф. Жандармское управление это политический сыск, это некоторые аналоги Федерального бюро расследований или Федеральной службы безопасности соответствующих отделов. Вот такой шеф приезжает в эту гостиницу и Горчакову нужно его определить в номере. Горчаков явился, Горчаков доложил и шеф жандармов говорит любезный закажи мне обед. Горчаков подходит к стойке, берет колокольчик и звонит и ставит на место. Бенкендорф спрашивает что ты делаешь? А он отвечает я зову метродотеля он сейчас придет и вы закажете себе обед. Вот это человеческое достоинство. Вот это та вещь которая сразу определяет что такое человек. Я думаю что не очень многие люди в нашей конкретной ситуации в иерархии ценности ставят ценность человеческого достоинства на какую-нибудь высокую ступеньку. Может быть это была одна из самых высоких ступенек но Пушкин говорит что есть более высокие вещи. У Пушкина есть маленькие повести которые называются повести покойного Ивана Петровича Белкина и одна из них это выстрел. Это когда должна произойти дуэль то есть один человек стрелял и промахнулся а другой ему не ответил и отложил свое право выстрела на какое-то время. Того человека зовут Сильвия. Потом он выясняет что тот человек который стрелял в него граф он собирается жениться Сильвия приезжает к нему за мной выстрел но говорит Сильвия я даю тебе право еще раз испытать судьбу давай снова бросим жребий кто будет стрелять первым этот граф соглашается первый выстрел опять выпадает графу он стреляет Сильвия и промахивается опять выстрел за Сильвию в это время в комнату вбегает жена графа она естественно испугана Сильвия стреляет в то место куда стрелял граф пуля ложится точно в соседнее место и уходит мне достаточно было видеть твое смятение говорит он что заставило Сильвия не ответить есть более высокая вещь это вещь семейные ценности он видит что граф начинает новую жизнь и еще это милосердие это то что написано на памятнике у Пушкина и милость к падшим призывал в иерархии ценности которые выстраивает Пушкин ценность милосердия оказывается даже выше чем ценность человеческого достоинства я говорю о тех ценностях которые характерны для русского мировоззрения для того чтобы вы немного почувствовали разницу я приведу аналогию с некоторой ценностью которая есть во французском мировоззрении у Бальзака есть в его человеческой комедии многотомном исследовании роман крестьяне и там ситуация когда одна крестьянка в лесу рубит молодой дубок это браконьерство она с этим дубком и с хворостом бежит домой ее преследует лесник они оказываются в доме лесник говорит вот я тебя настиг вот дубок который ты срубила вот я сейчас буду на тебя заводить дело и муж этой крестьянки тоже крестьянин говорит убирайся вон это мой дом ты здесь не имеешь права распоряжаться иди получи судебную повестку а потом являйся и лесник уходит это французский крестьянин середины девятнадцатого века проведите аналогию с российским с русским крестьянином начала двадцать первого века поведение лесника поведение крестьянина кого угодно суд высшая инстанция там это тот элемент того мировоззрения которое отличается от русского мировоззрения вернемся к Пушкину опять же в повестях Ивана Петровича Белкина есть такая вещь как судьба вот что это такое это то что как бы предначертан на кем-то свыше это то что как бы предопределяет человеческую жизнь и в этой ситуации люди вроде бы не имеют никакой воли они должны покорно этому следовать да есть повесть метель напоминаю сюжет молодой офицер с молодой девушкой против воли ее родителей зимой в воске едут в церковь тайно венчаться но они едут разными путями разными восками так необходимо было и девушка оказывается там перед алтарем раньше а молодой человек где-то теряется в метели девушка ждет ждет его нет в это время едет по дороге гусар на службу метель надо переждать он заезжает он входит он видит алтарь девушка царя в голове нет пошел встал рядом их обвенчали девушка поворачивает к нему лицо с криком не он падает в обморок он молча выходит едет дальше на службу проходит восемь лет этого гусара зовут бурмин он воюет он стал полковником он однажды приезжает в эту губернию он однажды представлен даме которая живет одна он в нее влюбляется он признается в любви она говорит простите я замужем я обвенчана и рассказывает эту историю так это были вы это был он они соединились сколько превращений помноженных на российские пространства и на времена и тем не менее судьба приводит сюда или станционный смотритель где есть молодая дочка у смотрителя где есть проезжающий гусар который ее увозит она бросает отца она выходит замуж они любят друг друга и в конце концов они счастливы судьба распоряжается таким образом вот это загадочная вещь которая есть русском мировоззрении которая как бы исключает свободную волю но вместе с тем она включает в себя свободную волю потому что гусарский поручик бурмин когда он вставал к алтарю он поступал и по своей воле тоже и дочка смотрителя Дуня когда она оставляла отца она поступала и по своей воле тоже вот у этой загадки у этого понятия судьба нет однозначного ответа но тем не менее русское мировоззрение на него постоянно ориентируется на это понятие в русской классической литературе есть целые темы которые переходят от одного писателя к другому вот я вам говорил вначале о том что у Фанвизина добро остается на сцене а зло покидает сцену а дальше происходит по другому и вам наверное в школе в свое время говорили что эти люди получили название лишних людей вот эта цепочка лишних людей Онегин Печорин Чацкий в некотором смысле это конечно еще и Чичиков он тоже лишний человек во-первых потому что его авантюра так сказать не удалось потому что капитализм в России только-только начал развиваться и он так сказать со своей продвинутой идеологией он не встроился в эту систему да а с другой стороны потому что у мертвых душ есть продолжение это начало второго тома который не полностью был уничтожен Гоголь хотел сделать позитивный второй том но не получилось он сжег то что у него было но часть осталась это там где Чичиков знакомится с некоторыми позитивными персонажами ну например с успешным помешником по фамилии Костанжогла а также с одним предпринимателем который в городе ему помогает по фамилии Муразов и вот Чичиков задумывается о том как можно страну преобразовать таким образом чтобы люди дела не были лишними людьми может быть отсюда пошла тема позитивного дела и вот эта тема она стала может быть сквозной для русской литературы потому что если операция исключительно на то толкование которое давалось русской классике в советский период то создавалось ощущение что это сплошь лишние люди и мертвые души и вообще получается так что страна такая что здесь ничего позитивного не получается как Чадоев говорил ни климата ни конституции непонятно как жить нет не так более того я буду вам рассказывать и вы убедитесь в том что тема позитивного дела постоянно присутствовала в русской классике философствующей классике а почему на этом не делался акцент в советские времена ну для этого есть так сказать лежащие на поверхности политико-идеологическое объяснение вообще в девятнадцатом веке те люди которые думали о путях развития страны они избирали два пути для размышлений либо путь революционного насилия и в этой связи всяческое инициирование активности всяческая попытка разжить противоправительственные противоцарские настроения либо те люди которые делали акцент на малых делах и исповедовали идеологию постепенства постепенства малых дел естественно что после того когда в стране был совершен переворот названный Октябрьской революцией потому что на самом деле переворот совершился в Петербурге и в Москве а дальше эта вещь была распространена на страну искусственным образом сделаю маленькое отступление для того чтобы понимали существо дела в начале 18-го года большевики распустили учредительное собрание в стране были советы которые действовали которые избирали представителей на учредительное собрание оно должно было состояться в январе 18-го года через 3 месяца после Октябрьского переворота и большевики видя что они не победят на учредительном собрании они его разогнали здесь в Петербурге имея власть они совершили такую вещь а дальше для того чтобы распространить революционный конфликт на всю страну в мае 18-го года Ленин издает декрет о комитетах деревенской бедноты это те органы власти которые должны были учреждаться в деревнях 90% населения страны это крестьяне там были свои советы но это были не большевистские советы эти советы распускались вместо них создавались комитеты деревенской безноты по одному принципу в них входили люди это должны быть самые бедные самые неимущие вы понимаете что самые бедные самые неимущие это абсолютно не только те у которых как-то трагически им не везет и они не могут выбиться из нужды но это в основном те которые не любят не хотят работать читайте внимательно толстого и вы увидите так сказать все эти типы и все эти сюжеты читайте чехово и вы поймете что такое социология российского крестьянства так вот эти комитеты деревенской бедноты должны были с помощью продотрядов которые приходили из городов они должны были конфисковывать продовольствие у тех у кого оно было естественно в деревне началась классовая борьба и вот эта гражданская война которую большевики инициировали внутри страны она потом дополнилась еще иностранной интервенцией потому что буржуазное государство не хотели терпеть соседа с другим общественно-политическим строем в котором существует диктатура и к этому добавилось непонимание дворянством тем дворянством которое было к этому времени тому что перемены необходимы то есть вот взаимные непонимания этих двух слоев они тоже зафиксированы в русской литературе это была причина того переворота который совершился а дальше море крови с 18 года в стране учреждены концентрационные лагеря спасибо феликсу дзержинскому тройки которые без суда и следствия решали у ленина есть работа которая называется как нам организовать соревнования стимулирование деятельности трудовой так вот для того чтобы такую деятельность стимулировать в городах где население так сказать неактивно вступает в трудовые армии ленин предлагал брать заложников расстреливать каждого десятого тогда остальные будут спокойно работать то есть вот такие вот вещи они были практикой это была политика военного коммунизма она продолжалась до 21 года три года потом крестьянские восстания по всей стране заставили большевиков сделать отступление а не они поняли что они иначе потеряют власть ну а потом через семь лет коллективизация это новое насилие это уже совсем другая ситуация но тоталь тоталитарная власть была установлена для оправдания всех этих вещей естественно должна была пересмотрена русская классика русская литература нужно было оправдать вот те моря крови которые были пролиты и поэтому так сказать естественно что тема позитивного дело которое присутствовало в русской классике она была исключена из рассмотрения советских литературоведов и вообще перетолковывалась русская классика доходила до смешного ставились фильмы например по Пушкину капитанская дочка вы знаете что там есть один предатель дворянин Швабрин так вот Швабрин становился предводителем крестьян он выступал против дворян да Петр Гринев там оказывался ставленником царицы который отправлялся в дальние губернии для того чтобы там присоединить новые земли то есть классика перелицовывалась и смыслы и ценности присущие русской литературе они перетолковывались так вот сейчас перед нами стоит другая задача если мы хотим найти какую-то опору в нашем собственном культурном наследии мы должны его внимательно читать у нас была не страна мертвых людей мертвых душ и лишних людей у нас была страна и позитивного дела тоже и русская классическая литература наполнена этими вещами в этой связи в первую очередь нужно обратиться к прозе Ивана Сергеевича Тургенева я понимаю что Тургенев это тот автор которого в юном возрасте где-то лет до 30 читать достаточно сложно у него очень много описаний у него много так сказать рассуждений связанных с эмоциями с чувствами это когда мы привыкли к определенному динамизму когда нам нужен экшен эти вещи утомляют но за всем этим стоит очень глубокое содержание и в первую очередь здесь нужно обратить внимание конечно же на его записки охотника это кладезь русского мировоззрения потому что вот эти вот рассказы каждый по-своему содержит очень много смыслов и ценностей на которых стоит вообще-то русское понимание мира и русскими людьми самих себя начать с первого Хори Калиныч два крестьянина помните да Хори это такой мужик который занят хозяйством у которого усадьба у которого сыновья там высокий забор который не хочет выходить из-за спины своего помещика потому что там новые опасности новые общественные ситуации он здесь хорошо устроился и хорошо получает прибыль а Калиныч это охотник это эмоциональный человек это вообще не хозяин вот эти два начала рациональное эмоциональное хозяйственное и охотничье путешественническое начало это вещи которые очень присущи русскому мировоззрению потому что вот если взять какого-нибудь хозяина вырвать его из конкретной хозяйственной среды и поместить его в какую-нибудь среду путешествия и связи с природой то месяца через три он станет таким путешественником эмоциональным человеком он не захочет возвращаться к своей хозяйственной деятельности так часто бывает вот это один рассказ есть рассказ в котором так сказать рассматриваются проблемы как можно воспарить над жизнью живя в жизни вот жизнь тяжела в ней очень все сложно недостатки и вот у него у Тургенева есть рассказ певцы когда люди собираются и начинают так сказать соревнуясь между собой петь на разные голоса и вот в этом они выходят за обыденную жизнь и в этом они как бы воспаряют над действительностью у него также есть потрясающий рассказ живые мощи одна девушка однажды оступилась у нее что-то случилось с позвоночником она начала как-то ссыхаться ссыхаться и в конце концов так сказать она должна была просто перестала двигаться перестала двигаться и вот эта лукерия она лежит в шалаше к ней время от времени приходят люди которые так сказать дают ей какую-то пищу чем она живет как она связана с миром как она слышит какое-то движение крота или мышки как к ней прилетает к птице как она обращается к Богу то есть человек в этом состоянии все равно находит какие-то смыслы которые помогают ему переходить в другое состояние в котором он скоро окажется скоро он окажется за гранью жизни и вот человек который умеет ценить жизнь и вместе с тем находить в ней какие-то вещи которые более значимы чем сама жизнь он лучше живет и более спокойно переходит в другое состояние это тоже целая огромная литература внутри русской классики это тоже вещи небесполезные потому что если нет этих рассуждений если нет этого направления вашего мышления то тогда вы будете действовать очень просто по принципу американских героев их было больше мы убежали нас было больше мы напали все просто все однозначно вот если жить в такой логике то тогда русская классика не нужна но если вас будут занимать какие-то серьезные вопросы тогда в этой классике вы найдете возможности для диалога здравствуйте меня зовут надежда сергей анатолий скажите пожалуйста вы связываете снижение интереса к русской классической литературе у школьников и студентов с изменением ценностей или же все-таки причина кроется в устаревших методиках преподавания я думаю что здесь имеет место и то и другое методики предполагают преподавание они предполагают определенные ценностные шкалы определенные системы смыслом которыми руководствуются эти учителя если они рассказывают о том чего их в свое время учили их учителя и не более того они не читают и не переосмысливают первоисточников тогда они пытаются в наше время транслировать те акценты и те преобразованные смыслы и ценности которые они видят но которые совсем не присущи русской классической литературе я пытался показать это на примере трактовки образа Базарова он совсем не революционер вот а с другой стороны конечно же если люди не читают если люди не думают если с ними не говорят об этом то у них стихийно формируются какие-то примитивные неглубокие но необходимые для жизни смыслы и ценности без вообще смыслов и ценности жить невозможно поэтому что-то какие-то эрзации вырабатываются здравствуйте меня зовут Руслан у меня к вам вопрос насколько литература 19 века пересекается с зарубежной литературой того же периода если вы имеете ввиду под пересечениями сюжетные линии ходы образы то такое пересечение есть хотя оно и достаточно косвенное если вы имеете ввиду судьбы и конкретные так сказать человеческие движения художников литераторов то это очень тесный процесс Тургенев много жил во Франции писал там так сказать многие наши литераторы путешествовали то есть системы ценностей взаимопроникали друг друга и поэтому конечно же здесь очень много того что нуждается в исследовании вообще очень любопытно было бы провести компаративистское то есть сравнительное исследование систем ценностей присущих России и русскому человеку и систем ценностей других цивилизаций развитых цивилизаций в которых есть серьезная литература и философия это необходимейшая задача потому что она улучшает понимание между людьми мы часто пользуемся некоторыми стереотипными представлениями когда говорим о том что там мы не немцы мы не французы мы говорим что мы не такие и за этим такими имеем ввиду то что мы нафантазировали про немцев и про французов но не то что соответствует действительности вот для того чтобы мы лучше понимали друг друга нужно знать мировоззрение друг друга спасибо 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 Продолжение следует...